Думаю то, что каждый знает, кто такой Литвин. Если не знает, то хотя бы слышал о нем. Последнее время блогер благодаря дорогим машинам зарабатывает себе популярность. Началось все с Мерседеса, который он поджег в поле. Новый Porsche Taycan, который вылетел из автосалона через стекло. Конечно же взорванная М5 и совсем недавняя история с Lamborghini Urus. У меня конечно же нету таких денег, чтобы разносить машины на кусочки в реальной жизни. Но зато есть одна игра, в которой я смогу сделать что-то подобное и при этом не потрачу ни одной копейки. И в сегодняшнем видео в качестве подопытного автомобиля у нас будет Lamborghini Urus. Я взял здесь различных предметов, все они имеют различный вес от самого легкого и конечно же до самого тяжелого. Не будем медлить и давайте-ка приступать к нашему эксперименту. Ну и самый первый предмет это вот такой вот старый стул. Давайте-ка скинем его на машину и посмотрим какие повреждения она получит. Давайте-ка наблюдать за тем, что окажется сильнее, стул или это Lamborghini. Довольно таки интересно, стул разлетелся конечно же у нас на кусочки, а Lamborghini осталось целой и невредимой. Вот настала очередь и для второго предмета. Это такой вот старенький бабушкин телевизор, который уже никому не нужен. Давайте-ка посмотрим, что у нас получится. Думаю то, что после встречи с телевизором у Lamborghini остаться целых шансов ноль. Вот это вот падение было жестким. Давайте-ка посмотрим на повреждения. Явно лишь только одно то, что телевизор пострадал намного больше, чем сама машина. У машины, как вы можете заметить, только треснуто лобовое стекло. Давайте-ка уберем отсюда этот телевизор и восстановим нашу Lamborghini. А теперь у нас на очереди вот такие вот две бочки. Одна бочка будет пустой, но вторая уже будет наполнена какой-то жидкостью. Ну и для начала давайте-ка скинем самую пустую бочку. Бочка запущена, осталось только дождаться момента, когда она приземлится на эту машину. Ну и как я думаю, от этой пустой бочки ей совсем ничего не будет. Я думаю то, что было бы намного интереснее, если бы эта бочка залетела в салон автомобиля через крышу. Но она ее всего лишь погнула и отпрыгнула куда-то вбок. Настала очередь для полной бочки. Давайте-ка теперь посмотрим, насколько сильно она сможет продолбить эту крышу. Ну и если сравнивать с первым падением, то второе падение было уже немножечко посильнее. Но все равно этого было недостаточно, чтобы сломать наш автомобиль. Ну и если сравнивать пустую бочку и падение полной бочки, то конечно разница есть, но она не слишком большая. Прям как-то сильно повредить автомобиль у них не получилось. А значит наступает очередь следующего предмета. Ну а следующим предметом оказался вот этот вот старенький диван. Он никому не нужен, поэтому в качестве эксперимента он нам подойдет. Давайте-ка проверять. Думаю то, что от этого дивана сильно урон машина не получит. Но давайте-ка смотреть, что получится. Ну да, как и оказалось, масса дивана не хватило, чтобы сломать нашу ламборгини. Диван всего лишь немножечко покоцал крышу, ну и сам почти разломался на две части. Ну а уже в бой начинает идти прям тяжелая артиллерия. И следующее, что упадет на крышу нашего ламборгини, это будет вот такой вот пианино. Пианино запущено и давайте-ка смотреть, какой урон она сможет нанести машине. А вот это уже как будто какая-то заявочка в тяжеловесы. Потому что до этого еще никто не мог нанести такой вот урон. Вы только посмотрите, что произошло с пианином. Он просто разложился на какие-то дощечки. Ну а что произошло с машиной, так это просто капец. Получается у нас замята крыша и прям, я бы сказал, что она прям очень сильно замята. При этом еще и пострадала дверь. Стекла повылетали. Конечно же, как же, как же без этого. Ну а в целом с машиной практически ничего не случилось. Чуть-чуть только пострадало, поэтому давайте-ка ее установим и будем переходить уже к следующему предмету. Ну а следующим предметом оказался вот такой вот старый холодильник. Надеюсь, что перед началом эксперимента из него достали все продукты, которые в нем хранились. Потому что после падения все превратится в фарш. Холодильник запущен и нам остается только наблюдать. Блять. Ну а следующий у нас на очереди вот такой вот двигатель. Какие у вас мысли насчет того, что сможет ли он нанести урона больше, чем пианино? Как мне кажется, по весу они будут одинаковыми, но только по размерам нет. Но я думаю, что многие из вас знают, что размер не главное. Поэтому мы приступаем к эксперименту. Прощай, Урус. Ну да, смотрите-ка, как я и говорил, вроде бы то, что повреждения. Такие же, как и после падения пианино. Лишь только за счет того, что двигатель был немножечко по размерам меньше, чем пианино, удалось у него вот так, знаете, нанести удар прямо в какую-то одну точку. Остается у нас крайний девятый предмет, и это вот такой вот здоровый камень. Весит он прям, ну очень много. Но чтобы вы понимали масштабы этого камня, давайте-ка я запущу свой квадрокоптер. Камень был запущен, поэтому Урус, прощай. Ну и вот таким вот здоровым камнем нам удалось прям снести центральную часть машины. Но при этом, что самое интересное, передняя и задняя часть практически вообще не пострадала. А знаете, почему Литвин выбрал именно Ламборгини Урус? Да потому, что после того, как мы уберем этот камень, она сможет дальше продолжать ездить и даже дрифтить. Вот настолько качественная получилась ламба. Поэтому я думаю, Литвин поступил так же. Он просто убрал эту бочку, сел за руль Уруса и поехал наваливать. Осталась очередь лишь только для десятого предмета. Что за предмет я показывать вам не буду, но пускай для вас он будет неожиданностью. Думаю то, что многие не ожидали, но у меня получился вот такой вот бутерброд. Решил в качестве такого вот секретного предмета взять Ламборгини, но в черном цвете. Что интересно, то вроде бы черная Ламборгини даже не пострадала. Ну кроме задней части. Ну и конечно же, кроме того, что у нее повлетали все стекла и немножечко потрепанные двери. Ну ничего страшного, давайте-ка проверим, может они вообще даже и ездят. Давайте-ка попробуем рассоединить наш бутерброд и посмотрим на состояние машин. Начнем сначала с черной Ламбы, потому что, как мне кажется, она выглядит намного целее, чем белая. Когда черная машина была на белой, то казалось то, что повреждения были не такими уж прям и значительными. Но как только я его поставил на землю, вижу то, что колесо у него прям вырвало. Колесо вырвано, сломано. Сломаны двери и посмотрите, как пострадала задняя часть. Это конечно просто жесть. Давайте-ка посмотрим, как он вообще передвигается. Способен ли он ездить? Хоть он и поворачивает с трудом, но по прямой двигаться он может. Поэтому это еще раз доказывает, что Ламборгини довольно-таки живучая машина. А теперь переносимся к белой и посмотрите, крышку багажника у него просто вырвало и отбросило на метров 10 от машины. Сама верхняя часть, конечно же, превратилась просто в какой-то блин. Крышу и двери практически не узнать, они замяты полностью. Задняя часть машины вообще просто неузнаваемая. Что за машина, было бы непонятно. Но при всем при этом, мы сможем спокойно наваливать на ней боком. Я в этом даже просто уверен. Погнали. Вот такое вот интересное видео у меня получилось. Надеюсь, что оно вам понравилось и заслуживает вашего лайка. Давайте-ка наберем всего лишь 50 лайков, и я выпускаю вторую серию, но уже с другой машиной. Сама машина, которая будет снята в следующем видео, я ее выберу из комментариев. Поэтому в комментариях вам просто нужно будет написать вашу машину, которую бы вы хотели увидеть в следующем видео. В качестве бонуса 11 предметом, я хочу ввести разрушение от подписчика. К примеру, вы пишите, хочу BMW X5. Ну а дальше уже идет полнейший креатив. К примеру, я бы хотел, чтобы на машину упало 10 телевизоров. Как только я начну снимать вторую часть, я зайду в комментарии, выберу из комментариев машину, и как раз таки 11 задание. При этом ваш комментарий еще и попадет в видео. Ну а с вами был FlowMe, и всем приятных покатушек в нашей любимой игре под названием Beaming G-Drive.